6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от Апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии БСО прикосновения, а также от военных, находящихся в тылу. Начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Первое. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Продолжаем нашу рубрику. Судя по комментариям и отзывам, она вам заходит. Суть рубрики заключается в том, что есть командир РДК Денис. Есть военно-пленные, которые не хотят назад в Рабзию, а хотят повоевать на стороне Даград. Или ты хочешь? Не, я с вами только хочу. Я сейчас по-быстрому его опрошу, а потом, да, представься, пожалуйста, в камеру разбитого Самсунга. Это секретная информация. Вам она не нужна. Это секретная информация. Вам она не нужна. До моего попадания в места заключения. Я скоро буду, я смогу выиграть любого города. Причем я буду оперировать просто тем, что был оттуда пленный. Семья, дети, собака, яхты, пароходы. Хост. Хост. Характер скверный, не женат? Да. У меня просто так получилось, что когда только-только что-то соображать, значит, у меня уже посадили, и там все. И вот я уже много, ну как много лет, 5 лет, я считаю, это нормальное количество времени, которое у меня было отнято, чтобы я мог семью завести. И все, вот он дых. Понял, хорошо. Отец, мать? Ну, отец умер в прошлом году. Ну, остановка сердца. Ну, так получилось, что у меня там сотрудники, ну, где, как сказать, принудительные работы, есть вот центр, я там, как сказать, ну, до отбывала наказание, мне дали смягчение по суду по середине срока, но так вышло, что угнетение этой системы не остановились и продолжались, и там еще даже было похлеще моментами. Там еще оперировали тем, что меня могли обратно отправить на зону и частенько этим пользовались. Ну, мы до этого дойдем немного. Отец умер, понятно, мать? Мать, с мамой все в порядке. Кем работают? Ну, она на пенсии. Работала? Ну, по цене, насколько помню, флорист был. Флорист, понятно. Ну, магазин там, кактусы всякое такое. Флорист, приятная профессия. Профессия, да. Братья, сестры? Ну, старший. Ну, воюет? Не, 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 он вообще, ну, не из-за этого вообще никак. Чего это? Он не из-за войны вообще никак. Ему это не нравится. Почему? Не нравится. Царь-то сказал, что надо. Он не выявил. У нас не все слушают. Не, вы не поняли, он против. Он не выявил. У него, хорошо, повестка приходила ему. Не, он не говорил, что поездка была. Ну, когда вот эта мобилизация, все, ну, мобилизация, как-то там, мобилизация, да, мобилизация, да, мобилизация, вот, когда все это было, он там просто сдержал все за границей, как бы не стал ехать. А, ты, он, друг? А, Турция? Ну, а, красавчик. Он там отдыхал? Можно, я так сказать. А кем он работает? Мореход. А, ну. Ну, ясно-понятно, ты что, не пошел по стопам? А, понятно, давай по порядку. Школа сколько классов? Полное образование, не осеннее, вечерняя школа, ну, так, 12 классов получается. Так, какая специальность? Специальность, ну, я учусь на курсе монтёра, у меня монтёр второй разряд. Монтёр чего? Мотёр, ну, аж, да? А, 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 аж, да. А, аж, да. Знаешь, как поездо пускать под откос? Это может быть очень полезным навыкам. Не, не серьёзно. Ну, там есть момент, я знаю только одну ситуацию, что можно просто, вот эта вот, такая есть палка длинная, железная, вот так объясню по-простому, ее можно просто в путь ставить и будет показывать, что он занят, и дальше поезд не поедет. Ну, что будет? Да, это такая, не, ну, нам нужно что-то, ну, я имею в виду, ну, я имею в виду, знаю, только. Не, ну, башмак делается, варится специально. Моя программа работает, я плачу деньги за информацию, которая позволяет убивать их и побеждать нас. Информация нужна как оперативного уровня, так и стратегическая. Чуть не менее, не перепутал. После школы чем ты занимался? Ну, после школы пару раз пытался выучиться на сварщика-каменщика, но так получилось, что мне просто, как бы, вроде и надо, но как-то и гулянки, все вот это, как бы, за голову не брался. Все там, можно сказать, довольно-таки протяжительное вот количество времени, и там только лет 19-20, там, что-то начало, ну, начало соображать, уже начал работать. А когда работал, вот год проработал, считай, и вот сел в тюрьму, и все. Как бы, вот только, когда работал, у меня сознание только-только начинало формироваться более-менее нормально. В 20 лет ты сел в тюрьму? Ну, выяснять отношения по поводу костра, хотя, на деле, их причина появления была совершенно в другом. Я догадываюсь, почему они пришли. Просто так получилось, что у нас соседка, она торгала спиртом, и вот эти ребята как раз к ней направлялись, а так получилось, что меня было видно. Как бы, вот они идут, бах, и я там, вот, для своего дома с костром с этим, ну, сжигал трубу, там, короче, он убирался у дома, как бы, там просто насохло, я, как бы, чтобы, ну, потом пожар избежать, там, чтобы не загорелось ничего, короче, вот, наоборот, хотел эту трубу убрать, чтобы избежать пожара. Они пришли, типа, я тут, значит, это, занимаюсь нехорошими делами. Проблема была в том, что это было ночью, а я работал ночными сменами, и ночью мне было не спалось, как бы, бог, ну, как бы, такая ситуация, что мне хотел чем-то заняться, вот, если такое занятие нашел, как бы, бах, занимался, да. Ну, споров нет, как бы, немного подопишу, но я был адекватным. И, как бы, никому не подходил ничего, там, возле дома делами занимался, как бы, ничего такого, в принципе, страшного не было. Но они увидели в этом причину того, что я вот прям такой, хрен знает, плохой такой человек, что надо меня бить начать. И вот один из них, из этих трех, он начинал очень грубо со мной разговаривать. Я помню, что, я не помню, что он говорит, но я помню, что он говорит, это очень грубо и очень взлостно, так вот, ну, прям, агрессивно, да, прям агрессивно был настроен. Я вот шел от него назад, пятился, и вот помню удар, я шупал, короче, пытаюсь встать, у меня снова удар. Я на колешках так, на карачках от них начинаю сваливать, только встаю, вот, у меня все туман в голове. Основной мне там мать рассказывала, что дальше происходило. Происходило такое, что я, получается, нож взял, ну, дома, и выхожу, и начинаю спрашивать. Вы чего ко мне пристали, вам чего-то мне надо? Они меня опять начали бить. Вот, колотят, колотят, мать там уже выходит, говорит, вы что творите? Они на нее отвлеклись, в этот момент я встал, одному из них ножом потыкал. Он говорит, это было так резко, даже никто ничего не понял, что случилось. То только понял, потом, когда там рукой провел, так кровь, короче. Вот, и он такой, я его посажу, я его посажу. Вот, и это там, я с одним из этих троих тоже дальше потасок, а вроде продолжилось. Он мне как-то дернулся, и мне нож упал. И он как-то, мама говорит, друг от друга бегали, друг другу, друг от друга, и я, короче, упал, и сознание потерял. Потом я пока валялся, вот, один из всех меня отдушил. Даже там медицинские показания есть, что и душили, и избиение, и все вот это есть. Но это все, судя по фиг было потом уже. Вот, он мне подушил, и так получилось, что уже и так валяюсь, он мне еще душит. И мы такая ему, типа, ты что творишь? Хорошо, она рядом была, я думаю, может быть, я сейчас даже не сидел бы рядом здесь с вами, если бы ее рядом не было. Скорее всего. Вот, и так получилось, она такой, у меня пульс щупает, я живой. Он такой, все, вызываю всех там, всех вызований там объяснительные дали, типа, я такой на них напал взрослый с ножиком. Вот, и потом уже на деле все так раскрутилось, что я там такой, видите, или просто жег костер ночью. Они пришли мне, типа, предупреждение, попросили потушить. У всех там разные показания почему-то написаны в конце, там один то, сказал другое, третье. Ну, так, немножко у них отличаются друг от друга. Сами же говорили о том, что выпившие были, как бы признались в этом. То бишь сами в состоянии алкогольного опьянения пришли ко мне, там, что-то выяснить. И в итоге вышло так, что я все равно был виноват. Матери показания не учитывались, потому что она как заинтересована лицом, то, что мать, вот это вот. И не практикуется постоянно вот этого, что, ну, мои родственники, они не могут на ненормальности там свидетельствовать. Ну, вот. Ну, там не и шел вообще. Потому что кровный родственник заинтересован на лицо. Нет. Ты для этого передачей показаний не даешь, подписываешь, что не даешь ложное. Это в правовом государстве, Дим, ты же не забывай, мы же в России говорим. Да, это не в России, в России это не работает. Ну, ну, короче, по итогу его шел, он выжил. Да, с ним это все, он с ним все в порядке было, он в тот же день пошел дальше выпивать. У него там что, пластыри наклеили эти, там, зеленка помазали, у него все зашибись было. И сколько тебе дали? Шесть с половиной. Шесть с половиной лет за это. Когда был приговор? 13 мая 2019 года. Какой-то интересный голлар, да? Угу. У меня же, я не могу понять, почему. Я не могу понять, как, но что-то интересное. Мне кажется, перед нами сидит капитан Заром Гору. 100% минимум. Нет? Нет. Ну, ну, короче, в 19 год получаешь срок. Шесть лет. В 24-м ты должен был выйти, но тебе смягчили. В 25-м, в конце 25-го. Хорошо. А в 24-м так получилось, я только дотянулся до всей этой финины, то, что там набирали зэков на войну. Вот. А до этого я там, как я говорю, на принудительных работах, пока меня оттуда обратно пересудили. Ну, я там еще в бегах был какое-то время. Я там сбегал. В каких бегах, нахрен? Ну, полтора месяца бегал. Я был в розыске, там, все. Я же сбежал. В Дождь креме? Да. Ну, до второго раза меня обратно посадили. Ну, вот, все по этому же делу мне идет. Потому что... А ну, давай, интересно. Сидел ты, сидел, короче, с 19-го года. Да, до середины срока. Потом написал на смягчение. Смягчение меня отпустили. Я там на смягчение где-то, ну, примерно, 11 месяцев пробовал. Ну, там, 10 так. И потом еще полтора месяца бегал. Смягчение это поселок... Ну, принудительная работа. Да, это там просто ты в общежитии живешь, как бы, там есть сотрудник вот этот УФСИН. Какая работа у тебя была? Последний вот у ФИЦС у меня было в Димитровграде на заводе работать. Там просто вот, ну, всякие комплектующие для сбора машин собирали. Для ЛАТ вот такого, МАЗ-ВАЗа там. Вот такое там, тормоза, вот мне было последнее тормоза делали, потом штамповка от деталей, ну, как конструктор делали. И что случилось? 11 месяцев ты был на работах? Ну, как я говорю, у меня там сильно доставали эти вот сотрудники полиции, просто сжимали тем, что я как бы зэк, и вот, где меня можно обратно этим. Парировали частенько этим. И что они делают? Или что они делают? Ну, вот, допустим, там, им что-то не нравится, что я ему говорил, там, начальнику, там начинают зажимать, там, вот, допустим, один напьется, там, начинаете их зажимать, там, час меньше на волю вас, там, выпускает еще что-то, ну, вот это вот наше время. А вы в город свободно ходили, да? Ну, не совсем. Там надо было выписывать бумажку специально, чтобы тебя охрана пропускала с ДАЗовского этого завода, территории. Там тоже у них отдельная охрана, именно вот самого ДАЗа. Получается, и мы в общежитии, там у нас этот охранник, через него надо, и потом еще через ДАЗовский охранную фигню. Вот у них там КПП, вот, типа, такого. И вот, и ситуация такая была, что, допустим, я там что-то говорю, там, высказываюсь по поводу какой-то проблемы, что, ну, действительно, они там офигевают. Они начинают зажимать тем, что, там, ты давай, там, не высовывайся, все, вот это, и сиди тихо, и, типа, будьте ЛДО. А вот на деле-то бывает такое, что они опять начинают где-то зажимать, я им опять начинаю что-то говорить, и они опять вот это вот идет, и это все, ну, не один раз было, и в итоге меня это потом доставало. Еще, ну, я бы не сбежал, если бы ни один критический фактор, что мне выговора нашлепали, и там хотели третий, я бы уже был бы сидел, короче, там, уже... Ну, заменили бы срок, да. Да, уже бы там, а так я чуть еще погулять успел удовольствием, побегал. И вот, ну, естественно, когда я уже подсвалил за сей этой фигни, мне еще повезло то, что у меня тогда острый ушной тит пошел, ну, из-за нервов и всего прочего, и я в больнице лежал неделю, потом под конец уже лечения я уже свалил, уехал из Димитровграда до Питера на побудках, мне там везло просто, что добрые люди, так сказать, помогали, и там... Это сколько расстояния? Ну, нормально, это... Я через Москву ехал, я еще с Москвы до Питера ехал ночью, то бишь день ехал до Москвы и ночь еще до Питера, утром я уже был в Питере. Почему в Питере? А, у меня там и несколько знакомых было, как бы, ну, хоть что-то где-то можно было узнать, что, как жить вообще, и мне там один как раз подсказал, где там, допустим, рабочие дома можно, ну, вот, устроиться, там, да, тебе платят мало, но тебя кормят и жилье тебе обеспечивают, жилье, души и вот все прочее, мелочи, как бы, ну, жить можно на крайне. Вот, и там какое-то время побыл, до этого еще, конечно, где-то походил, побродил, как бы, не знаю куда чего, потом уже на рабочий дом, потом уже в хостел, в хостеле там несколько недель пожил, и потом меня уже цепанули, как бы, вот, все. И сколько тебе добавили? Ну, как раз только, сколько и гулял, причем об этом не говорилось, но это было потом уже по приговору понятно, как бы, у меня сместился звонок на месяц и 10 дней где-то, то бишь, будешь заново этого тебя. Ну, да, да. Хорошо, чего-то, когда ты подписал контракт? Ух, это недавно было, считай, вот, в апреле, а, вот, 23 апреля, вот, второй контракт нам сунули, который вот уже прямо от которого число идет, что, ну, мы служим, типа. 23 апреля 24 года? Месяц назад? Ну, да. Вот так. Всего тебе оставалось, да, дембеля? Ну, там, дембеля в плане освобождения? Да. Ну, полтора где-то. Полтора. Год и семь лет. А что ты, чтобы писать контракт? Такие они планировали за них воевать. Тогда как так получилось? Такие специально вот сюда и стремился. А, это все часть плана? Ага. Так. Ну, вообще есть менее экзотические способы попасть в русский добровольский корпус? Я помню, да. Когда он попал в плен, с учетом того, что со мной на связи много военных, да, про это говорили, что он попал в плен и сразу говорил, я пришел в ВРДК, да? Ну, да, с ВРДК, ну, я про ВСР говорю, что писал, но если ВРДК, я говорю, я с радостью туда пойду. Как ты попал в плен, как ты попал на войну, как это выглядело? Ну, там несколько недель учетки. Проблема у меня была в том, что я раньше не смог из-за того, что, ну, уйти, а тут свалить, бежать, из-за того, что мы были в таких местах. Какая-то богатая речь. Ну, не богатая, но она не соответствует по служному списку и образованию. Ты читал? Ну, так увлекался книгами, всякими. Ну, что ты читал? Ну, в основном про военную тематику, бывало про дипломатию. Много прочитал? Ну, сколько ты прочитал, честно, не считал. Ну, типа, есть пленные, которые говорят, мы в плену первую книгу прочитали. Ну, я там в тюрьме что-то посчитал, там, потом... Ну, 10-50 книг. Ну, не 50, конечно, нет. Ну, несколько десятков, да. Ну, окей. Тюрьма воспитывает. Тюрьмушка. Я образую. Ну, ну, короче, ты пошел, давай тогда по-другому. Ты сидел-сидел-сидел, откуда ты узнал про ЛСР? РДК? Это все в Ютубе. Все в Ютубе. Хотя в тюрьме был... А, телефон был. Нет, я когда в определенных работах был, там телефон можно так вот, ну, так сказать, по-зеленым. Говорят по-зеленым, а на деле вот так вот можно просто ходишь, смотришь видосы всякие. Как бы, ну, без проблем, никто телефон не отнимает его. Можно телефон, ноутбук, все, что... И что ты там видел? Ух, что борется, как бы со всей этой системой. Вот, ну, на стороне ССУ. Вот. Тебе зашла эта идея или что? Мне это очень понравилось, потому что я очень долго угнеталась этой системой, поэтому мне прям ух зашел. Так. И хорошо, а был план? Ах, ну, план изначально... Нет, вот, когда был... Нет, вот, давай от момента, когда ты подписывал контракт на тюрьме, ну, на... Не на тюрьме, получается, я долго ждал, пока меня до этого, до лагеря довезут. В лагере тоже ждал, пока они приедут, пока они там все вот это сделают, пока оттуда меня выдержнут уже в учебку или куда-то. Я думал, в учебке можно, но в учебке там тяжело то, что постоянно военная полиция и за нами все время смотрит, и вот в город не пускали. Первоочередный план у тебя какой был? Вот ты... А, первоочередный то, что я аж писал, когда в СССР, и мне дали задание, но там у меня его не получилось сделать. Не надо рассказывать, я понял, да. И времени ничего не было, короче. Все, да, все правильно. Хорошо, попал ты... Да, короче, все, я вспомнил эту тему. Окей. Тренировочный лагерь, так называемый полигон. Оттуда свалить нельзя, почему? Там военно-полиция везде. Что первый блиндажи – полиция, что вторые блиндажи – полиция. Вот это... А вот в этих полигоне там хрен знает и куда бежать, и кто где есть, и куда я уйду. Опять поймают. Обратно смысл бежать. Короче, ну вот самый верный вариант, что видео – это уже ближе к фронту подойти. И там вот уже найти, ну, Забройных сил Украины, обратиться к ним уже там. Потому что, ну, где я их найду, допустим, уже дальше, если я буду от фронта, я уже не знаю, как бы. Плюс там, кого я там найду. Они будут за Россию или за Украину? Я же не знаю. Это же, ну, допустим, мирный человек. Подойду, скажу, кто он, что он, куда он меня. Он направит. Да, вот. И вот как бы вот эти страхи, они мне не позволили вот так вот, ну, тупо взять и свалить в первые дни, допустим, пока я там наружу. Ну, как бы смысла не видел. И по итогу что произошло? Ой, по итогу мне все-таки удалось до фронта, когда уже довезли, все, там вот этот, скажу, вот как раз в первые сутки, что я был, у меня так и получилось свалить. Вот мы днем выходим, ну, как, ну, да, уже ближе к дню было выходили, и уже день следующего дня я уже шел в деревню, короче, все, это самое, ребята, принимайте меня к вам. Ну, как ты пришел? Ну. А мины там? Мины были разминированы, там так получилось, что то ли наши саперы, то ли, я еще иду, думаю, неужели вот, ну, вот эти российские саперы там полазили, видно, что дофига где откопано, как бы все. Я, как бы, думал, что я сейчас пойду, я могу где-то, ну, нарваться, как бы, ну, по-любому, но я понимал, что, как бы, все, мне надо идти по-любому, как бы, все, никак, надо, и все, иду, короче. Да, страшно было. Ну, конечно, надо, это самое, я его взял не для плохих целей, а для хороших, для передачи с бронным силам Украины. Вот, переходите на сторону правды, желательно, не с пустыми руками. Вот, пришел, патронов и принес, там, ну, одну, ну, все же гранат, какая-никакая, F1. Ну, как это происходит? Это, по сути, самое. Бронежилетом, да, у них там, кстати, как раз одного человека, не был бронежилетом, говорю, вот, как раз, вот, человек. Еще раз, ты идешь, там окопы наши, да? Ну, не то, что окопы, там, получается, все отрыто было, слышны были выстрелы, я так ориентировался еще по выстрелам минометов, где, примерно, вот, ну, сбройная сила Украины находится, и вот дальше шел, и, как бы, вижу еще низина, и по низине дорога видно. Я это понимаю, что если я выйду в низину, пойду по дороге, по-любому выйду на деревню. Вот так оно и вышло, спустился, низина, и иду в деревню. Там вот, в первом доме никого не было, в следующем доме бабушка там была, я позвал, говорю, мне нужна помощь, помогите, пожалуйста, мне там надо вот найти, это самое, я хоть в ту деревню попал, она говорит, вот, здесь в Украинской деревне, я говорю, все правильно, мне это всегда и надо. Вот, объяснил ей все, она мне там, к ребятам, даже пошла со мной, привела меня к ребятам, все, позвала ребят, говорит, вот, я такой пришел, а я такой, да, ребята. И чуваки тебе же? Все, меня приняли, как бы, спросили, что, почему, ну, я им объяснил тоже историю, как, все, они спросили еще, и, кстати, они удивились, что я пришел, прошел, так, там, везде пролез, и, благодаря мне, они поняли, что там есть такая брешка, в которой можно пролезть, как бы, можно сказать, я тоже помогите мне, вот, уверен. Да, просто я закончил. Идеальный кейс перехода от фронта. Я скажу, по сути, тут, давайте теперь, ваша очередь, про мотивацию, но тут, походу, как бы, я даже не знаю. Ты, да, я тоже немножко огорошил. Смотри, ты молодой парень, ты можешь сказать, что ты себя просто не нашел в жизни в России? Перспектив особо нет, не пойми чего. Чем занимаются ребята в твоем регионе, в твоем возрасте? Ну, понятно, там, кто-то пьет, курит, там, без сознания, из тех, кто, там, условно, условно-успешный. Условно-успешный? Ну, опять же, все вот это, вы просто поменьше и семья, как бы, как я их вижу, ну, большинство. Просто занимаются тем же самым, просто более в сокращенном виде, но при этом у них семья, дом, работа, и они, как бы, и там еще как-то, ну, и там, и там, и там, получается уже. Что является в твоем регионе хорошей средней заработной платой? Неважно, неважно. Ну, я когда вот работал, было там 43-47 тысяч, но это на 19-й год, сейчас уже за полотенек, может, за 60, где-то вот так. Это была бы нормальная зарплата. Это нормальная зарплата в... Ну, в Архангельской области, ну, в Архангельской области там проблема в том, что, ну, только вот ближе к центру ты можешь что-то достойное найти, более или менее достойное. А так, допустим, конь Шалкуши, там, за 30-40 тысяч погрузка вагонов, что сама по себе не тяжелая, ну, тяжелая работа, нелегкая сама по себе, и, как бы, ну, такое. Там заработные планы, они, в принципе, низкие по области, ну, нормальную заработную плату можно только в городе найти. Понимаешь, забавный момент, ты, по сути дела, шестой человек, которого за сегодняшний день мы интервьюируем, и средняя заработная плата безотносительно региона, Брянск, Архангельск, Урал, везде 30-40 тысяч. Ну, то есть это, ну, это сущие копейки, это там, не знаю, 400 долларов, и сравнимо с какими-нибудь там, не знаю, африканскими глубокими там странами. Да, Россия в этом плане преуспевает очень сильно. В отрицательном направлении. Что дальше? Что же дальше? Нет, что ты хочешь дальше. А, дальше? К вам. Это мы уже поняли, это мы уже поняли. Дима, у него свой профсоюз, он человек гражданский, военную организацию, русский добровольческий корпус, военно-политическую представляю я, возглавляю я, поэтому тут как раз у нас все вопросы профильные. Скажи мне, пожалуйста, если мы представим, что ты находишься на собеседовании о приеме на работу, я твой возможный будущий начальник, работодатель потенциальный, чем ты хорош как кандидат, почему я должен тебя принять, что ты можешь привнести в русский добровольческий корпус? Ну, я, в принципе, легко обучаю. Плюсом, я уверен, если мне дать возможность, я могу раскрыться в полной мере, как бы, тем более то, что я слышу у вас, там, мне один месяц обучения, я уверен, за этот момент вы меня сможете раскрыть полностью, что я могу, на что я способен, все мои функции, которые я смогу идеально выполнять, думаю, вы это все прекрасно увидите. И плюс у меня сам по себе человек такой, что, как бы, не то чтобы не столько старательный, сколько, в принципе, трудящийся человек, как бы, не ленивый. То бишь, я могу раскрыть, и у меня есть желание, у меня есть, как это правильно сказать, мотивация. Мотивация очень сильно, я очень сильно был замотивирован в Российской Федерации и очень сильно мотивировался в последние годы своей жизни. Так что, очень сильно заряжена мотивация, я скажу честно. Так что, если я раскрою полностью во всей красоте, сколько это возможно? Есть у тебя какие-то профессиональные навыки, умения, которыми ты можешь нас обогатить, скажем так, то, чем ты занимался в России, там, не знаю, может быть, на промке работал в лагере, что-то ты умеешь руками, что-то ты умеешь, не знаю, там, головой, мозгами. Я скажу честно, у меня нет каких-то профессиональных военных навыков, или, там, навыков строительства, или навыков еще каких-то, ну, относишься к бою, там, ну. Не обязательно, это может быть и гражданский какой-то навык. Ну, как бы, из такого, я не знаю, мог бы что-нибудь на железной дороге делать. Например, подрывы и диверсии. Ну, хотя бы так. Так. Имеется в виду, ты говорил, что ты, там, когда тебе смягчили режим, был на предприятии, что ты там делал? Ну, собирали ручные тормоза, делали такие детали, как сказать, типа, лего для сборки машин, штамповка деталей. Просто жмешь прессовый цех, там жмутся всякие вот и железки. Тормоза ручные, это вот эти? Да, вот это вот. Пусть вам будет, Жигули делали? Там, не, Жигули уже все. Ну, а что, лады? Лады, там, вазы. Обращаюсь по потенциальные покупатели. Бойтесь пользоваться тормозами. Этот человек уже давно работает на нас, поэтому весь отечественный автопром. Поедьте, проверьте тормоза. Под угрозой. Я, короче, хочу сказать, если можно. Конечно. Мы, вот если сравнивать, там, на одного человека раньше, не предпоследний, а вот предпредпоследний, который, по сути, навыков не умеет, ну, ничего не умеет. Ну, то есть тоже, то, что я говорил, универсальный солдат, типа пластилин, то вот он, в отличие от того, может красиво сказать о том, что из меня можно сделать кого-то, кого нужно. Ну, как-то так. Для молодого человека из глубокой российской провинции ты, на самом деле, обладаешь довольно развитой, яркой речью. Совершенно верно. Что отметил Дмитрий, и я тоже, в принципе, на это обращаю внимание. Хотя, да, там, люди с таким непростым прошлым... Обычно все наоборот. Да, у них все, скажем так, несколько выглядит иначе. Здорово, то, что ты изначально был мотивирован всеми правдами и неправдами попасть на территорию Украины. Вопрос в чем? Твоя личная мотивация пойти на фронт на стороне, например, РДК? Моя личная мотивация? Да. Так-то, в принципе, очевиден мой ответ. Я думаю, что, скорее всего, повторюсь, но все же это скажу, что бороться с тем режимом, который угнетает, душит. И как правильно это выразится? В общем, победить этого зверя, который мучает людей. И вот эти мучения я почувствовал сам, на что он способен. И поэтому я понимаю, что надо бороться с этим русизмом, с этим империализмом, с этим захватничеством, агрессивным политикой. Надо прекратить то, что делает тот, кто сидит в голове этого государства. Ну, я про Путина. Мы догадались. Нужно победить этого зверя. Ну, то, что я слышу, в принципе, глобально мне нравится. Если человек... Ну, это, похоже, на самом деле, история как того же лейтенанта, который, бог знает сколько, преодолел для того, чтобы прийти на украинскую сторону и сдаться. Вот. Его даже... Ну, понятно, что он военнопленный по своему статусу, но он не военнопленный по своей сути, потому что он сам пришел и сдался на украинскую территорию. Еще и пришел не с пустыми руками, с бронежилетом, гранатой, автоматом, патронами. Ты сможешь убивать? Да. Почему ты так легко это рассказал? Ну, я говорю, как чувствую. Ну, правда, откровенно говорю, да. У тебя нету какой-то моральной дилеммы. Вот даже украинцы часто спрашивают нас, особенно наших начальных интервью, а как же вы русские и стреляете вы в русских своих соотечественников. Ну, я лично для себя на все эти вопросы давно ответил, но хочу услышать твое мнение нового человека, как ты на эти вещи смотришь. Ну, это, я скажу так, что те люди, в которых нужно, ну, не то, что нужно, в которых приходится стрелять, они уже приняли ту сторону, они уже борются за нее, и они также взяли оружие, чтобы убить. Ну, они тоже пошли на это, то бишь, ты с ними, можно сказать, на одном и том же уровне находишься, ты не хуже их, ты не лучше их, ты борешься с ними, они борются за свое, ты борешься за свое. Так или иначе, это вот их выбор, это твой выбор, они пошли на это, ты так же на это идешь. Да, очень четкий выбор. Ну, потому что он был готов, понимаешь? Нет, ответ просто под нестандартным. Потому что он был готов, потому что к этому разговору он был уже готов. Да, нестандартный ответ, потому что это мой враг, я его буду убивать. А с объяснением, с детализацией. Ты пройдешь полиграф? Да, попробую, я по-любому, как бы там ни было, я пойду. Ну, то есть там тебя, с тобой будут разговаривать эксперт, который будет задавать какие-то вопросы. Каверзные. Каверзные вопросы. Ну, догадываюсь, конечно, можно по-всякому поговорить, но я пойду. Вредные привычки. Вредные привычки? В зависимости. Ну, имеется в виду, не курение. Хотя это тоже вредная привычка, хочу заметить. Да. Так-то не курю, ну, сигарет. Не курю. У меня последние моменты были, так вот, что, наполов, как бы, хотелось поднимить. Немного дыма, ну, а так не курю вообще. Наркотики. Ну, говори, как есть. Ну, что было? Ну, у меня вот химия какие-то, спайсы, у меня с этим нет проблем. Так. С чем есть? С натуральным. Так какая. Ага. Ну, это единственная моя проблема. Так как это? Это прям проблема или это не проблема? Нет, в принципе, не проблема. Так-то могу себя контролировать. Когда последний раз ты курил? По-моему, в начале года. Как это? На этом? Ну, да. Ну, это было в лагере. Логично. Ну, это был вопрос. Да. Я имею в виду, что там что-то инъекционное, какая-то химия. А, нет, нет, нет. Я это все ненавижу. Чтобы у нас не выяснилось, что мы пускаем в наш круг человека, который не может себя контролировать. Нет, вот с этим у меня нет проблем, потому что я против химии. Я против химии. Я это все ненавижу. Что ты сделал? Давай так, неожиданный такой вопрос. Назови, пожалуйста, два самых хороших поступка, которых ты сделал за свою жизнь. На твой взгляд. Ну, а твой взгляд. Ну, вот на автомате еще, у меня сразу вспомнил. Я спас человека, который чуть ли не утонул. Ну, там так получилось, что я был маленький, и там какой-то такой, ну, пьяный, пьяный такой человек. Он в яме, там, такая вот, как канала. И он в ней тонул, тонул, там все скользко у него там было, его не мог выбраться никак. Я такой подхожу, спрашиваю, чем делал, он такой, тоник, тоник. Я ему руку протянул и вытащил. Он меня очень сильно благодарил, там, все. Вот, дай бог тебе здоровья, вот это вот, ну, вот это первый момент, который я помню. Ну, и второго. Такое самое хорошее, что я делал. Ну, вот такое. Мать чем-то порадовала, удивила, чем-то приятным. Хороший, добрый поступок. Вот тот, за который не стыдно вот рассказать. Момент, когда ты скажешь, блин, а я горжусь собой, то, что я сделал там. Ну, из такого, что я из такого хорошего сделал, ну, допустим, в первую очередь, я начал заниматься спортом и, как бы, не прекратил это. Давай не проси, про себя это очень, типа. К спортом каким? Можно даже, смотри, можно так сделать. Я не колю наркотики в вены, поэтому это хорошее. Я красавчик, я красавчик. А почему нет? Какой спорт? Какой спорт? Спорт, ну, как сказать, своим весом занимался. Ну, и немного гантелей. Ну, там, штанг, турник, там. Поступок, давай про поступок. Поступок. Ну, дело, хорошо, не поступок, дело. Что хорошее? Лучший поступок, дела у прокурора, можно сказать. Делишка. Делишка. Ну, спас человек, это хорошо. Но это позитив. Вопросы у них. А, еще вспомнил, короче, когда вот только-только переехали в высокую лорку. Ну, это Архангельская область, Архангельский район, ну, можно сказать, сам Архангельский. Там у магазинчика, недалеко от нашего дома, такой, ну, бомжик, как бы, уже такой волосатенький. Короче, говорит, ну, просил еды, как бы, а мне вот так жёг, осталось все, говорю, пошли я там, там, что у нас было там сушки какие-то, хлеб, что я смог ему нагреб, короче, дал ему хлеба. Потом, а мне говорю, вам очень, говорит, такой хороший человек, ты так сильно переживаешь за этого, бомжать, которому ничего кушать, короче. Достойно, да. А теперь два самых плохих, логичное продолжение Викторины, правды. И что, как ты подвел? Да, сильно. Так. Украл, убил, обманул, болиняк. Ну, подожди, ну, первое, мы же... Такое я вспомню, но это такое, что не очень, не очень удобно рассказывать. Типа, ну, это самое, просто поводок сильно как-то дёрнул, что собаки там, ну, вот, которые я вёл, это там, у папы была охотничная собака, лайка, вот, я и так сигнул, короче, этим поводком, что ей больно стало. Причём так, ну, как не специально, а так вот просто дёрнул, такой, просто, ну, такой, фух, и он такой, и собаки по этой... Скажи, как кнут он получил. Да, и там, там была сук, и прям по этой фигне попало, короче, в штуке по этой, вот. И она такая, ууу, зло, а тесто... Второе. Вот, второе. Вот, что такое, второе, наверное. Угу. Угу. Блин, такого не всплывает, прям, вот, что, прям, фух, вот, на... В тюрьме. Короче, на самом деле, прикольный социальный эксперимент, он заключается, знаешь, в чём? Ну, вот этот вопрос. Он своё уголовное дело не записывает. Потому что он себя не считает неправым в этой ситуации, да. Он не записывает этот, как в плохой поступок, поэтому... Закончилась война, что дальше? А, закончилась война? Ну, тут всё зависит от того, какой исход. Победа. Других исходов у нас. Вариантов-то и нету. В этой комнате собрались те, для которых других вариантов, в принципе, не может быть. Исключительно. Да. Ну, как? Домой. К родным. Ну, жизнь обеспечить. И, что ещё могу сказать, то вот, ну, никогда нет предела совершенства, всегда развиваться, двигаться вперёд, расширяться. Я вижу какой-то, понимаешь, прозрачный белый лист, который, вот, блаженный, есть такое слово. Ну, слушай, почему нет? Человек верит, ну, можно называть его блаженным, но его вера в собственные силы привела его сюда. Ну, на минуточку он перешёл линию фронта, давай называть вещи своими. Ну, это не первый случай. Но тем, он перешёл линию фронта, он умышленно, он понимал, что он брал билет в один конец. Вот эту тему с умышленностью, это будет, наверное, вопрос на полиграфе. Не сказка ли это? Мне-то кажется, я не знаю. Ну, там специалисты вопросы зададут, ты просто честно на них отвечай. Да, и там история о правде. Ну, под Денис, у меня вообще бутанная мод. У меня вопросов глобально нет. Нет, если то, что ты нам сегодня рассказал, правда, то я вижу перед собой мотивированного, высоко мотивированного, решительного молодого человека. И, безусловно, людям такого склада я всегда готов руку протянуть. Главное теперь, чтобы все формальные проверки тоже ты прошёл, чтобы никто не поставил под сомнение искренность твоих слов и твоих намерений. В остальном, наверное, Дим, просто тогда типичный вопрос, типичное предложение сказать что-то воюющим на той стороне или тем, кто собирается. Если хочешь, можешь... Ну, есть большой пласт русских зрителей, находящихся в РФ, передач Дмитрия, поэтому, если ты хочешь, можешь что-то им сказать. Обратиться. Обратиться. Если хочешь. Если не хочешь, не обращайся. Дорогие телезрители, единственное, что могу сказать, живите, как видите, и если решили, делайте. Не останавливайте себя, не бойтесь. Действуйте на правом страху, к лицам к лицу страху. Просто идите вперёд, не сомневайтесь. Я надеюсь, это он сказал... Тем, кто хочет перейти на нашу сторону, естественно. Это, конечно, естественно, да так. Потому что, если тот, кто собирается на войну, услышит эти слова, то я к тебе обращаюсь. Чёрный пакет на свой рост. Напишите в комментариях своё мнение, во-первых, о кандидате. Второе. Интересно продолжать нам с Денисом записывать подобного рода ролики. То есть, эти ролики в любом случае, они записываются, но они и не публикуются. Потому что это хроники войны, это было, они есть в архивных, ну, у меня там терабайт и видео различного. Оно есть, и по идее в этой серии, там, из шести частей, которые мы записали, вы увидели более-менее позитивные истории. Потому что с Денисом общаются десятки людей, десятки военнопленных. Но отбор строгий, потому что Денис автоматически выкупает, кто хочет выскочить из плена. Выкупает там всяких схемщиков, темщиков. Выкупает там просто, ну, то есть, их много. Есть там наркоманы, которые просто приходят, по нему видно, что он ещё, он уже полгода в плену, но, короче, он ещё до сих пор там где-то... В системе. В системе он где-то ещё там летит. Есть те, кто просто, просто на***вают. Ну, то есть, вот, как бы, для этого, скорее, я тут присутствую, потому что у меня есть вот этот опыт, там, связанный с общением. Чтобы что-то вот такое, каверное, подспросить. Но, напишите ваше мнение, потому что надо понимать, интересно это или неинтересно в первую очередь. Тай-таке, короче. Обнял, поднял, перевернул, поставил на место. Вступайте в РДК, не обязательно таким сложным путём. У нас есть более простой легальный способ попасть в Украину, пополнить наши ряды. У Димы на канале есть все данные нашего телеграм-канала «Русский добровольческий корпус». Переходите туда, там вам обо всём популярно расскажут. Там есть прекрасные видеоматериалы нашего боевого пути. Эти материалы нельзя публиковать на ютубчике. Ютубчик этого не видит, поэтому в закреплённом комментарии ссылка на их официальный телеграм-канал, где есть все контакты, видеоматериалы, где анонсы их различных мероприятий, отчёты о том, как помогают люди, им донатят, помогают. Бойцы РДК имеют государственные награды за проведённые операции. Поэтому на канале 160 тысяч подписчиков не ведитесь на фейки. Там вы можете найти анкету, заполнить, с вами свяжутся люди и дальше вы вступите в диалог. При этом все должны чётко понимать, что будет полигра. И не один. Поэтому пропетлять и впихнуть невпихуёмое, это может... Лучше не стоит пытаться. Это может, насколько я понимаю, плохо окончиться для испытуемого. Абсолютно. Война всякая такая. Всё. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok